привет продолжаем наш сериал значит следующая тема про озонатор был задан вопрос я как-то уже косвенно упоминал в принципе там особо рассказывать нечего значит озонатор это агрегат вспомогающий вспомогательный аппарат который способствует ускорению расщепление там и разложение органики то есть я имею в морской аквариумистике он для этого применяется для ускорения переваривания всей этой дряни которую там вы насыпаете с кормом для кораллов и для рыб ну и соответственно рыбы грузят это прибор необходим только в тех случаях если у вас биология ну то есть биофильтрация система сделано плохо то есть если у вас система мягко говоря не очень то есть нарушены все основные постулаты которых я говорил столько уже видосов там сечение труб возвратной помпы должно быть там где-то от 32 до 50 сантиметров а никак не 20-25 и собственно дегазации нету нет биофильтров никаких только один риф там у вас построен с какой-то там керамики чё на нем может быть на этом рифе какая биология да никакой то есть там взаимодействие субстрата с водой площадь взаимодействия вообще никакая вот грунта тоже у вас там например нету соответственно ну то есть тоненький слой песка уже дает хоть какую-то там биологию ну и там голый сам тупо там пенник стоит блин и потом я не знаю какая-нибудь хрень типа биопелицы там или может быть водорослевик или там еще чего там вот это вот короче биологии ноль и собственно камни в сам не заложены то есть вот этой биофильтрации никакой нет дополнительной и откуда там возьмется биология соответственно необходим озонатор то есть вы ставите озонатор как агрегат способствующим помогающий вашей системе избавляться от вот этих всяких вот веществ вот и все вот это единственное его назначение то есть как косвенный показатель наличия озона в воде это повышенный овп ну то есть по датчику овп вы можете видеть наполнение то есть насыщение воды озоном соответственно понимаете если он выше 450 то уже рыба может чесаться и я знаю случай просто товарищ мой выгонял вообще у в п под 700 озонатором рыба чесалась но при этом крип не проходил то есть аммиак все равно не успевал усваиваться ну то есть разрушаться и все зависит от того если источник аммиака то есть если в аквариуме есть какой-то закопанный труп типа протухшего песка или дохлые рыбы какие-то они будут гнить постоянно продуцируя аммиак вы будете постоянно дозировать озон но соответственно будете усиливать усвоение вернее переработку вот этого и вот туши пока вы ее не вытащите не выбросить или нет сифоните гнилой песок у вас озонатор будет работать просто вот под ног на условно разрушение разложения вот этой херни и все и в принципе может доля аммиака находиться все равно какая-то там в тысячных долях содержание аммония их у вас рыбы будут все равно обсыпан то есть нихера вам ничего не поможет я к тому веду что можно засрать систему так что никакой не озонатор не там redox clean не стерилизатор вообще не поможет и это видели многие горят нихрена горит этот озонатор ваш вид не помогает потому что как это говорится с дурной головы там можно такого наделать что ничего не поможет ни один прибор не пеник ни хрена ничего ну то есть все весь вопрос том что перекармливаешь или не перекармливаешь вот в чем дело вот вот это вот основное назначение этого агрегата то есть он нужен только тогда еще раз повторяю когда у вас ничего не устроено в системе правильно ну то есть и нарушены основные постулаты и соответственно просто система не может переваривать ну например у вас там хороший аппендик стоит но проток у вас через амп никакой через двадцатую трубку там трехтысячной помпой но это 200 литров в час и все то есть больше она не потянет то есть не просто не продает трехтысячная помпа от 3000 литров в час там никакого потока она не сделает уже замеряли там просто в десять раз меньше помпа выдает если трубка тонкая даже 25 труба детей 10 тыс 6 тысячная помпа на 25 трубе при двух поворотах выдавали 800 литров в час охеренно а сколько тогда будет 3000 выдавать ну делите на 2 то и даже и еще меньше того вот то есть это первое то есть ваш пенник просто не будет работать потому что дисплей с ним практически никак не коннектится то есть такой скоростью там ничего не проходит ну и собственно застойные зоны в дисплее все плохо в сам пись чистая водичка хорошая переселяйте кораллы в сам из дисплея сделайте сам болото то есть такой будет перевертыш об этом я уже говорил ну вот потом значит я же говорю если у вас даже это устроено но вы там например перекармливаете соответственно все равно не успевает какой-то где-то там корм падает на дно то есть где-то что-то там гниет и все это продуцирует аммоний рыбы пережирают там срать начинают мне как мамонты просто там смотришь и ты в общем ужас вы понимаете чем я говорю потому что большинство с дурной головы поначалу все это проходили понимают как это все выглядит я просто чаще все это слышал когда там какие-то вопросы задают вот то есть вот тогда нужен озонатор да то есть это не средство лечения рыбок и там от криптокариоза точно так же как и redox clean это не средство лечения рыбок от криптокариоза там или одиниоза это средство создания правильных хороших условий то есть чтобы наполнение кислородом было хорошее вместо наполнения там какие-то сероводородом или я не знаю чем надо еще и аммиаком вот о чем разговор вот для этого да необходим этот прибор хороший надо брать потому что хреновые они закисляются у них пластины черные становится он через какое-то время уже просто перестает дозить озон в том количестве которым дозил сначала то есть выставили его смотрите вроде все нормально если у вас овп датчика нет то есть теоретически вроде бы должно быть все в порядке а смотришь через какое-то время уже как-то вот эффектов от него нет сто процентов практически окислились пластинки ну и в общем он не выдает то количество озона сколько вы думаете и соответственно их над этом чистить как-то я этой херней никогда не занимался поэтому можете в этих комментах не задавать мне вопросов как где там чистить до понятия не видно у меня был один раз в жизни озонатор я его видел только снаружи то есть даже не разбирал не смотрел а нет разбирал вам так я уже не помню короче как куда-то я помню как-то вот где-то я видел его в разобранном виде и все но не мой и все и я не стал его использовать то что мне нафиг был не нужен и собственно я его кому-то продал из китая мы его привезли вот поэтому конструктив он можете вот димка днк например делает хорошие озонаторы там вот можете посмотреть его схемы и собственно купить и вот у него там они хорошо работают то есть никаких закислений так мы особо таких нету это я вот просто знаю то что это это качественные остальные там китайщину какую-то я покупал да он там по-моему неделю блин или две и надо что-то там чистить уже думаю охереть может конечно китайцы делают что-то и получше какие-то варианты ну я же говорю я не использовал я просто знаю для чего это приблуда и втыкается он собственно там в аквариум только для вот этой цели все то есть подключается он через пенник чтобы потом там отфильтровать этот озон выходящий из отверстий в чаши там делается на чаше еще одна такая приблуда засыпается активированным углем ну такой сверху корыта ставится в которой блин этот будет озон проходить через дырочки пенников крышки и соответственно будет отфильтровываться углем чтобы вы не дышали озоном я считаю что ну такой блин хорошую биологию сделайте просто правильно организуйте систему и этот аппарат вам в принципе не понадобится ну вот так же как и стерилизатор такая утопичная штука вообще я уже записал про нем видос он больше на комедию похожим потом посмотрите всем пока